Добрый вечер, дорогие наши телезрители! В это время в эфире телеканала Алматы вас приветствует программа «Вечерний гость». Интересные истории, интересные личности, интересные темы, рассуждения, умозаключения и все остальное, как всегда, вас ждет в ближайшие 20 минут. Ну, мы тогда приступаем, и я с удовольствием хотел бы представить вам сегодняшнего нашего гостя. Родился 21 января 1966 года в городе Алма-Аты, затем окончил в этом же городе среднюю школу. В 1988 году окончил факультет технологии и организации общественного питания Алма-Атинского технологического института. Инженер-технолог, наш герой по образованию. Затем волею судьбы пришел работать в общепит, само собой, и в период 1988 года даже возглавил один из советских по тем временам ресторанов «Турист» в городе Алма-Аты. Затем, интересное стечение обстоятельств, привело его в 1994 году в казахскую кинофабрику имени Шатина Айманова, ныне «Казахфильм». И с тех пор в жизни нашего героя появился настоящий кинематограф. Человек, которого знает вся страна, более того, его знают далеко и за пределами нашей страны, называют его одним из самых колоритных киногероев Казахстана. Фархат Абдраимов, герой нашей сегодняшней программы, так что, друзья, давайте вас встречать. Фархат, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, присаживайтесь. Фархат, я вас благодарю за то, что нашли время и пришли сегодня в программу. Я рад вас очень приветствовать и рад вас видеть. Вообще, вы счастливый человек? Наверное, да. Я счастливый. Вообще, знаете, к чему веду, да? Вы в своих интервью много раз говорили, да и вообще жизненная мудрость гласит, хорошего человека должно быть много. Это вот такой психологический стереотип или это на самом деле так? Почему-то все так говорят. Я не знаю, откуда взялась эта пословица, что хорошего человека должно быть много. Ну, я замечаю, да, что такие крупные люди, полные, там, большие, они как-то все, да, немножко доброжелательные, добродушные. Более великодушные, да? Да, великодушные, наверное. 15-й, уже ушедший год для вас, как для актера, каким вообще был? Ну, в общем, неплохим. Я снялся где-то в четырех картинах, потом поработал продюсером на очень большой картине, она называется «Так сложили звезды», мы весь год работали практически над ней. Вот как начали как раз вот с февраля месяца, ну, начался подготовительный период, и закончили буквально вот перед Новым годом продюсирование, это, знаете, это больше, наверное, организационная работа, потому что приходится заниматься абсолютно всем. То есть, если тебя называют продюсером, значит, ты там сидишь, там только выдаешь какие-то деньги. В красивом кресле. Да, в Краснодарском кресле. На самом деле, я вот посмотрел, что такое продюсерская работа, это на самом деле адский труд, потому что у режиссера свои требования, у группы свои требования, все их надо исполнять. Ну, в основном я занимался вот как раз организацией, выбором натуры, организацией всех вот объектов, съемочных, объектов было очень много, где-то около 70 или 80 объектов. Картина была очень большая, ну, то есть, сама по себе очень большая, двухсерийная картина, и тем более историческая. То есть, это был период с 84-го, где-то до 90, практически до наших дней. Пархат, вы как вообще себе отвечаете на этот вопрос, зачем вообще мне все это нужно? Вы очень колоритно, одно из узнаваемых таких лиц, да, актеров нашей страны. Вам стало тесно в этом амплуа? Не, не то, что тесно, это интересно, потому что съемочная площадка, то есть, вы знаете, все киношники, они все живут на самом деле только на съемочной площадке. Потому что мы без съемочной площадки уже не можем, наверное. И поэтому находиться на съемочной площадке не только в качестве актера, а в качестве продюсера или администратора, тем угодно, это просто самому интересно. Помогает, во-первых, опыт самого, как организатора. Я в свое время был когда-то директором ресторана, да, когда по своей специальности. Вопрос организации, организуешь ли ты ресторанный процесс или процесс на киноплощадке, в принципе, отличий не так много. Главное, уметь сорганизовать всех людей и повести их за собой. Ну, да, да, на самом деле это такое же производство, что дом строить, что там, я не знаю, любое производство, это такое же производство, как и везде. Находить общий язык с людьми, единственное. Да, вот это самое главное, потому что у нас группа была такая разношерстная, интернациональная. Режиссер-постановщик был из России, Сергей Снежкин, оператор-постановщик тоже из России, Сергей Мачильский тоже из России, гримеры. В общем, у нас была такая большая группа, где-то человек 100. В общем, люди разношерстные, и надо было со всеми находить общий язык. Вот таких проектов, в которых существует настоящая такая сборная команда профессионалов, да, из Украины, из России, из Турции, там, откуда сегодня они только не появляются, да, в Казахстане в последнее время становится все больше и больше. Вообще, что нам этот опыт дает? По-настоящему это спецы, которые гораздо глубже и лучше знают этот процесс? Вы знаете, я не сказал бы, что они лучше знают. Наши кинематографисты такие же профессионалы, как и они, потому что многие, вот я слышал, многие группы, там, даже западные группы приезжают к нам, когда снимать. Они тоже немножко удивлены тем, что у нас работают настоящие тоже профессионалы. И, в общем, только, может быть, немножко стиль немножко другой, да. А так все такие же киношники, все знают, в общем, как поставить кадр, как снять, как что делать. И, в общем, такого сильного это нет, такого особенного. Но, с другой стороны, приобретаешь очень хороший опыт. Фильмография нашего сегодняшнего героя уже приближается практически к 30 картинам. Понятно, что его образ, его такой и творческий жизненный псевдоним Фара появился от легендарного одноименного фильма, фрагмент которого я хотел бы сейчас вам еще раз напомнить, представить вашему вниманию, после которого мы нашу беседу и продолжим. Вспомнили молодого, озорного, вечно энергичного Фару? Фархад, я хотел бы в этой связи сейчас подойти к одной вашей цитате и потом задать вопрос, да. Говоря о фильме Фара, да. Съемки вспоминаю как бесценный опыт. Фильм снимали еще по советским кинотехнологиям. Сейчас такого очень мало. Порой приезжаешь на съемочную площадку, до этого сценария в глаза не видев. Возвращаясь к тому, что в связи с тем, что с Казахстаней мы с каждым годом начинаем делать все больше и больше картин разного жанра, разной сложности, начинаем шлепать их по московским меркам практически как горячие пирожки. И в этой связи, видимо, по-настоящему процесс все сжимается, сжимается, оптимизируется и так далее. И искусство вообще в нем еще осталось? Искусство, конечно, осталось, но не везде. Вы знаете, сейчас действительно, вот недавно я снялся в одной картине, то это вообще, ее сняли, оказывается, за полтора месяца. Смотрите, это вообще был, для меня был шок. Это фастфуд? Да. Ее сняли за полтора месяца, естественно, в прокате она благополучно провалилась. И вот после этого я сколько раз говорил, что нельзя так снимать кино. Надо хорошо готовиться, нужен хороший подготовительный период. Вот фильм «Фара», он был снят, например, на кинопленку еще, да? Сейчас у нас все камеры цифровые. То есть тут же снял, тут же посмотрел, тут же делаешь монтаж, тут же это, да? Вот как на самом деле за 30 лет вашего глубокого уже участия в кинематографе, казахстанский кинематограф изменился, что в нем поменялось? Где появились плюсы, где минусы? Поменялось то, что поменялось, наверное, в плане техники все поменялось, потому что сейчас техника совсем другая. Сейчас можно снимать на обычный фотоаппарат. Сейчас уже дошло до того, что если раньше это были громоздкие пленочные камеры, которые там три человека могли ее только поднять, да? Сейчас есть камеры, которые могут поместиться буквально в карман, да? Сейчас, в принципе, и на айфон можно снять при хорошей оптике. Я вот этот раз был поражен, когда я пришел и первый раз увидел фотоаппарат на штативе. Я подумал, что они собираются фотографировать. А потом, когда я узнал, что это буду... Основная камера? Да, это основная камера, я был в шоке. Хорошо, технологический процесс облегчился. Да, облегчился. Сейчас кино снимают все, кому не лень. Отсюда качество. Очень плохое качество. Нет глубинного специалиста? Нет хороших сценариев. Тоже проблема? Да. Самая большая проблема в кино – это сценарий. Кто-то хорошо сказал, что в кино, говорит, три составляющие – сценарий, сценарий, еще раз сценарий. По-моему, он сказал Тарантино. Вот на самом деле так и есть. Здесь он на сто процентов прав. Если нет хорошего сценария, не надо приступать к съемкам вообще. Если есть сценарий, то можно снимать. Но здесь, опять же, можно загубить хороший сценарий, а можно из плохого сценария сделать великолепную картину. Это сложнее. В любом случае, вы правильно сказали, все начинается от идеи. Если есть хорошая идея, то там уже и айфон не помеха. Да, абсолютно. Вот сегодня, говоря в целом, допустим, о школе, которую вы наблюдаете, мы говорим, что в принципе индустрия развивается, появляется спрос. Мы наконец-то начали смотреть свой собственный продукт. А как же с точки зрения подготовки вот этих кадров? Почему нету сценариев нормальных? Потому что, видимо, нету нормальной школы сценаристов. Почему у нас фильмы за полтора месяца снимаются? Потому что нету нормальной школы кинорежиссеров, кинопродюсеров, операторов-постановщиков и всего-всего остального, которые по-настоящему видят в формате 3D всю глубину этого процесса. Нет, знаете, что еще? Например, фильмы, которые снимаются за полтора месяца, это, например, частные какие-то компании, да, которым надо быстро все это сделать, потому что они у кого-то взяли деньги, пообещали им быстро отдать, и все это быстро лепится, быстро на скорую руку. Побольше сэкономить? Да, побольше сэкономить, и быстро все отснять картину, и потом вернуть деньги, и все. Многие почему-то считают, что если они снимают картину, то она у них почему-то все считают самая гениальная и самая хорошая, что она сейчас снимет большую кассу, и все. Но они забывают о том, что сейчас у нас в кинотеатрах 80% это голливудские картины, ну, процентов 10, наверное, российские, процентов 10, наверное, казахстанские. Но что радует, что казахстанским картинам сейчас уже есть интерес, то есть зрители пошли. Тем не менее, хорошо известная вам Гульнара Бикеева, когда была вот в этом кресле недавно, она сказала такую вещь, что любой кинопроект, любое кино, которое снимается на территории нашей страны с планом проката здесь же, должна по бюджету не превышать 300 тысяч долларов. Это вот такая красная планка. Она абсолютно права, да. За эти деньги можно снять хороший продукт? Можно. Можно, если хорошо постараться. Ну, это, конечно, будет не историческая картина, там, с костюмами. Это будет такая современная история, типа сказа о розовом зайце. Можно. 200-300 тысяч. Говоря о блокбастерах, как же тогда, говоря о духовном, как говоря об историческом, о котором нам обязательно, и нам, и любой другой стране нужно снимать, чтобы она, в первую очередь, внесла образовательную функцию. Вы не забывайте, что у нас государство поддерживает кинематограф. Это нормальный процесс? То, что государство поддерживает? Когда 90% фильмов не окупаются в принципе своем. Это процесс, конечно, ненормальный. Но нам надо снимать кино, и, слава богу, государство поддерживает наш кинематограф, и благодаря этому у нас кинематограф еще не загнулся. И турками мы снимали, и с россиянами мы снимали, и с украинцами, и с узбеками, и со всеми... Более того, все они регулярно появляются здесь. Но почему-то казахстанское кино в полном масштабе на экспорт мы до сих пор делать не научились. Если мы совместную картину снимаем, если это будет совместное производство, например, с Россией, то, как сказать, у них постпродакшн очень дорогой. То есть он выходит за рамки уже наших бюджетов. А снять без совместного участия других стран и потом это дело? Ну, это надо продавать на кинорынках. Я просто... Такие опыты у нас есть успешные? Такие опыты есть, но я, честно говоря, не владею информацией, что там, сколько продано, сколько там ушло на экспорт. Но я еще, по крайней мере, сам лично не слышал ничего подобного. О каких-то ярких примерах. Да-да-да. Фаркат, говоря в целом о профессии киноактера уже в 2016 году, насколько это уже сформировавшаяся капитальная профессия в нашей стране? Вообще ей можно выжить? Ну, как выжить? Выжить, конечно, нельзя, потому что у нас нет таких проектов, если бы актер мог зарабатывать круглый год. У актеров работа такая. То есть ты приехал, тем более сейчас тебя стараются поскорее отснять, потому что тебе надо платить. И продюсер, режиссер думает о том, как его побыстрее отснять за сжатый период, там, 5-6 дней. Если даже у него одна из главных ролей. Вот в нашей картине у нас снимались английские актеры, арабские актеры, американские актеры, российские, даже китайский актер снимался. И мы старались его побыстрее и побыстрее отснять, потому что он очень дорого нам стоил. Из всех перечисленных казахстанский актер оказался самым дешевым? По гонорарному тарифу, да. Вообще, как сегодня вот это начисление, как происходит? За проект? Или как во всем мире за съемочный день? За съемочный день, да. Ну, это кто как может договариваться? Ну, тем не менее, какая-то существует некая такая вилка? Ну, конечно, существует. Где-то 500, да, не больше. И поэтому это в нашей стране пока остается на уровне такого хобби либо второстепенного занятия? Да, да, да. То есть актеры очень много не зарабатывают. Рынок уже, слава богу, есть. Вот я говорю, что у нас есть свой рынок. И самое интересное, что я вот разговаривал с прокатчиками, они мне рассказывали, что, например, за прошлый год три наши картины они побили кассу. Это вот картина Келинка Сабина, Рекетир 2 и картина и картина «Потому что Шимкенский». Вот о чем вы говорите, совершенно небольшим бюджетом. Да, совершенно небольшим бюджетом. 150, максимум 200-200 тысяч долларов. Да, да, да. И вот они были сами удивлены, что картина «Потому что Шимкенский» вышла в лидеры проката. То есть в тройке заработала денег. То есть люди уже стали ходить на казахстанские кино. Ваш брат-актер обычно говорит такую вещь. Нет ничего страшнее для актера, чем оказаться заложником одной роли. Масса тому существует в мире примеров, когда постоянно ассоциируешься. Что же там далеко ходить? Того же взять нашего любимого Толоконникова тире Шарикова. Да, когда его еще на кинофестивалях начинают называть Шариковым, я просто был свидетельным этого, он просто выходил из себя. Фархат, я веду к тому, что можно со всей ответственностью сказать, что вам вот этот стереотип фары все-таки удалось переломить. По-настоящему очень насыщенная фильмография, образы яркие, поэтому в принципе есть. Но тем не менее вы не будете наверное отрицать то, что вы являетесь заложником определенных образов. Не мафия, это какой-нибудь бандит, не бандит, это какой-нибудь чудиковатый юмористический персонаж. Вы от этого не чувствуете дискомфорта? Вы знаете, после картины Фара вышла картина «Волшебный спонсор», потом первая моя картина «Тот, кто нежнее», потом вышла еще, помню, какая-то картина, и везде какой-то прямо, знаете, прямо приторно-положительный. Я как-то подумал, думаю, почему мне не дают какие-то отрицательные роли. И после этого вот эти роли посыпались. «Роль супергероя или любовного лавелласа вам никогда не дадут? Вот это не гложет душу?» Вы знаете, я об этом чуть-чуть как-то не подумал. Я хотел бы еще... Почему мне не дадут роль любовника, героя? Ну, мы все вместе давайте, на самом деле, уважаемые телевизионные продюсеры, режиссеры, об этом подумаем. Вы знаете, опять-таки, возвращаясь к истории нашего сегодняшнего героя, мальчик с раннего детства по-настоящему понял, что хочет заниматься этим ремеслом, оно ему с детства понравилось. Когда-то, Фара, вы сказали своей маме о том, что, да, что вот хочу пойти в театральное. Родители сказали, нечего дурью маяться, иди вот в технологические, вот это вот то, что настоящее реальное занятие. Вы знаете, какой вопрос меня сразу начал мучить подготавливать к этой программе? Если по-настоящему актерское мастерство очень близко по душе, почему в вашей жизни не случился театр? В школе у нас был организован школьный театр. Я помню, к сожалению, забыл его имя. Он был сам студентом театрального художественного института, и он организовал в нашей школе такой небольшой театр. Мы ставили постановки, ездили по другим школам, показывали. В театре, да? Там нет такого, что ты давайте переснею, давайте переснею. Ага, у актера не получилось, давайте мы это все сейчас переснеем. Вот ведь это есть реально высокое искусство. А театр это непосредственно ты сидишь и там попробуй хоть одну ноту сфальшивь. Тебя тут же закидают помидорами, потому что это настоящее искусство на самом деле актерское. Это вот именно театр, где актер показывает, на что он способен на самом деле. Вы вообще как к своей внешности относитесь? Она в жизни вам, на ваш взгляд, больше дала или больше все-таки у вас каких-то возможностей отняла? Внешность? Ну, благодаря своей внешности я попал в кино, скажем честно. Да. И потом в процессе съемок начали раскрываться остальные таланты. Например, я не думаю, что увидев меня первый раз например, та же Тана Тайпина, которая была режиссером по актеру Муабая Карпыкова в первой квартире, она увидела меня и сказала «О, вот это гениальный чувак, это актер сидит». Нет, просто благодаря вот этой своей внешности я и попал на съемочную площадку, а потом я не знаю почему, Абайс Адвокатович начал давать мне какие-то реплики, крупным планом причем. То есть, говоря так чисто философски, вы Всевышнему за свою внешность больше благодарны? Ну, мы Всевышнему вообще благодарны за то, что мы сидим на этом свете, то, что мы с ним даже сейчас разговариваем. Ну, конечно, благодарен, потому что, ну, какую внешность он тебе дал, отказываться нельзя. Ну, я просто знаю о том, что вы в своей жизни уже много раз предпринимали такие попытки, по-моему, они практически для вас бесконечны, все-таки вес сбросить, измениться. Руки в этом плане не опускаете и вообще сильно похудев, допустим, завтра не боитесь вот эту вот колоритность свою потерять. Вы знаете, я боюсь, что сильно похудев, сильно похудев, я не смогу похудеть сильно, потому что я это делал уже, я не знаю, сто пятьдесят раз, наверное, и все попытки мои заканчиваются провалом. Почему-то. То есть, понятно, рожден для того, чтобы быть именно таким. Да, А как актеру к себе как относитесь? Как актеру? Да, просматривая свои работы. Вы знаете, когда просматриваю свои работы, скажу вам честно, я не то, что там ненавижу, я очень не люблю себя смотреть на экране. Это вопрос именно вашей внешности или вопрос, как вы проигрываете те или иные сцены? Вопрос, как проигрываю, да. То есть, актерское мастерство, вы считаете, что вам еще шлифовать? Да, 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 еще очень много, потому что, когда я вот смотрю, например, какие-то картины смотрю, думаю, боже мой, что я натворил, что за ужас? Надо было так переделать, надо было с режиссером что-то посоветоваться, как-то переделать, переснять. Мы завершаем нашу программу и у нас есть такая традиция, мы в конце всегда устраиваем небольшой блиц-опрос, на который я хотел вас попросить максимально лаконично, искренне ответить. Главное слабое место казахстанского кинематографа? Маленький рынок. За что вы чаще всего себя критикуете? За свою лень. Для вас лично существует некая роль тире образ табу? Нет, не существует. На ваш взгляд, когда в Казахстане появится Оскар? Ну, не знаю, он может появиться в любой момент. Но уже к этому готовы? Ну, не то, что готовы, если повезет, то появится, не повезет, не появится. Картины нужно снимать хорошие. Да, начиная от сценария, от самой идеи. Да, надо кино хорошее снять. Я вас благодарю за эту беседу, хочется пожелать, конечно же, вам новых, интересных, в первую очередь, экспериментов, о чем мы сегодня узнали, да, ну и, конечно же, ярких образов, ярких работ, и самое главное, чтобы этот профессиональный рост никогда не заканчивался. Спасибо. Фахат Абдраимов, дорогие друзья, был героем нашей сегодняшней программы. Еще раз, мы удостоверились в одной простой истине, хорошего человека должно быть много. Исключительно позитивный, исключительно глубокий, исключительно очень здравомыслящий человек, великолепный актер нашей страны. Ну, а мы с вами прощаемся, увидимся, как всегда, здесь же, в эфире программы «Вечерний гость» телеканала Алматы. Всего доброго. Фахат, спасибо за эту беседу. Спасибо.